Из криминальной хроники. 17 миллионов рублей за два года работы подпольного предприятия. Волгоградские оперативники пресекли незаконное производство бензина и других нефтепродуктов, организованное в тракторозаводском районе города. Из отходов можно извлекать хорошую прибыль. Эту нехитрую истину отлично усвоил директор одного из волгоградских предприятий. Но касается это оказывается не только бытового мусора, но и нефтепродуктов. Из отработанного машинного масла предприниматель наладил производство горюче-смазочных материалов. Причем продукция, которая, как впоследствии установили эксперты, была весьма низкого качества, расфасовывалась в емкости с маркировкой вполне легальных крупных компаний. Информация о деятельности подпольной базы стала достоянием оперативников. В ходе отработки информации полицейские установили, что на территории базы эксплуатируются взрывопожароопасные объекты, на которые необходима лицензия. Однако лицензию хозяин базы предъявить не смог. Более того, он даже не обращался за получением лицензии в Ростехнадзор. За два последних года работы базы хозяин получил незаконный доход в сумме около 17 миллионов рублей. Кстати, реализовывалось левое моторное масло и ГСМ в крупных автотранспортных предприятиях Волгограда и области. Стоит ли говорить о том, что подобный контрафакт наносил существенный ущерб не только двигателям машин, но и экологии. По данному факту, следователям регионального управления МВД возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Расследование продолжается.